Война это способ развязывания зубами того политического узла, который не поддается губам и языку. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Сегодня в 11 часов по московскому времени главами Министерства иностранных дел Армении, Заграбом Мна Цаканьяном и Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым было достигнуто соглашение о перемирии. Данное соглашение было достигнуто при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры длились около 10 часов и буквально через 5 минут данное перемирие было нарушено. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что в 11 часов 5 минут по московскому времени азербайджанские подразделения предприняли атаку на участок Карахамбили на Горном Карабахе. Друзья, я думаю, что эта война не закончится еще долго. Ну, давайте оценим силы обеих противоборствующих сторон. Как заявляет издание Global Firepower, в Азербайджане проживает 10 миллионов человек, в Армении 3 миллиона человек. У Азербайджана годных по возрасту и состоянию здоровья к военной службе 3 миллиона 800 тысяч человек, у Армении всего 1 миллион 400 тысяч человек, то есть значительное преимущество у Азербайджана. В мирное время армия Армении достигает 45 тысяч человек, армия Азербайджана 131 тысячи человек, то есть в 3 раза больше. Кроме того, у обеих сторон есть подготовленный мобилизационный резерв, у Армении это 200 тысяч человек, у Азербайджана 850 тысяч человек, то есть более чем в 4 раза преимущество. У обеих сторон есть военная техника, у Армении 320 танков и 750 БМП, у Азербайджана 765 танков и 2600 БМП, то есть значительное преимущество у Азербайджана. Самоходная артиллерия у Армении 38 единиц и 200 единиц буксируемой артиллерии, у Азербайджана 389 единиц самоходной артиллерии и 285 единиц буксируемой артиллерии. То есть опять-таки значительное преимущество по самоходной артиллерии у Азербайджана. У обеих из сторон есть ракетные комплексы, сверх, так скажем, тяжелые У Армении 16 зенитных ракетных комплексов, у Азербайджана всего 4 Тут преимущество Армении обуславливается тем, что Армения все-таки готовилась к оборонительным боям, а не наступательным Поэтому у них в 4 раза больше зенитных ракетных комплексов Также у обеих сторон есть реактивные системы залпового дня Но у Армении опять же всего 70 единиц, в то время как у Азербайджана 450 единиц Это говорит о том, что изначально уже Азербайджан готовился к наступательным операциям То есть у него серьезное преимущество в танках, БМП, самоходной артиллерии И в ракетных системах залпового огня Воздушные силы обеих сторон незначительные Ну я бы даже назвал игрушечные У Армении всего 5 истребителей, у Азербайджана 35 Бомбардировщиков и штурмовиков у Армении 14, у Азербайджана 31 единица Боевых вертолетов у Армении 17, у Азербайджана 38 Транспортных вертолетов у Армении 17, у Азербайджана 43 Друзья, сопоставляя эти единицы, я понимаю, что Азербайджан имеет значительное преимущество И по технике, и по военно-воздушным силам Кроме того, Азербайджан имеет серьезное преимущество по беспилотным летательным аппаратам Он ведет наступление, завоевывает господство в воздухе именно с помощью беспилотных летательных аппаратов Которые ему поставляет в том числе и Турция Кроме того, в Азербайджане были замечены турецкие истребители F-16 американского производства Из этого мы понимаем, что Азербайджан все-таки будет иметь преимущество в воздухе У него есть преимущество в танках и самоходной артиллерии Соответственно, Азербайджан гораздо лучше готов к наступательным операциям, чем Армения Но это не говорит о том, что Армения беззащитна Армения будет и сопротивляется Да, Армения сопротивляется изо всех сил По всему миру Армянская диаспора собирает деньги на эту войну То есть уже собрано около 15 миллионов долларов Несколько сот грузовиков с продуктами Армянские дети торгуют своими игрушками прямо на улицах Собирают деньги на помощь своей родине Многие армяне из-за рубежа едут на свою историческую родину Из Франции, из США, из России готовы более 20 тысяч человек поехать Участвовать в этой войне добровольцами Из США около 10 тысяч человек Многие армянские звезды шоу-бизнеса Помогают деньгами своим соотечественникам Все это говорит о том, что перемирие было невыгодно азербайджанской стороне То есть стороны Я думаю, что Азербайджан пытался сделать вид, что Пытается договориться мирным путем с Арменией Но на самом деле он не преследовал такую цель Это было отвлечение внимания Перемирие невыгодно Азербайджану Потому что Армения будет подтягивать силы И финансовые возможности, и резервистов со всего мира Это невыгодно Азербайджану Он это прекрасно понимает Поэтому он продолжил свое наступление Друзья, пишите ваши комментарии Что вы думаете по этому поводу Кто победит в этой войне Я лично считаю, что в войне не бывает победителя Как говорится, кто поднимет меч Тот от этого меча и погибнет До свидания С вами был Олег Бурылов Ваш голос правды Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вам понравилось данное видео До свидания